Всех приветствую, мои родные любимые и сердцем, дорогие христолюбчики и братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю всего самого доброго и светлого и радостного в вашей жизни, в сердца, в дома, в души, в семьи, чтобы все у вас было хорошо. В умы просветления, да познайте истину, истина сделает вас свободными, благими и мирными. У нас с вами сегодня продолжение серии видеороликов о йоге под названием «Йога во Христе» или «Йога глазами христианина». Я напоминаю, что поводом для них явился комментарий «Елена, как я отношусь к практике йоги и могут ли христиане заниматься восточным искусством». С этих вопросов ко мне я и решил уже окончательно. Мне, конечно, и до этого задавали подобные вопросы, но вот, видимо, время пришло. Мы с вами сейчас изучаем первую ступень или степень йоги. Это «Яма-йогу» и, в частности, седьмой сегодня у нас с вами шах. Шестой, шестой, простите, шестой шах – тхрити, то есть стойкость. На Википедии ничего не нашлось. Когда вы наводите на эту ссылку, вы видите, всплывает тхрити, страниц отсутствуют. То есть никто ничего сюда не внес. Ну, я открыл любой другой источник. Я их, конечно же, не исследую, не изучаю, потому что мне это неинтересно. Но мы воспользуемся, прочитаем. Я думаю, что приблизительно мы узнаем одно и то же на любом источнике. Тхрити – терпение и стойких во всяких обстоятельствах. Подразумевает, что духовно практикующий должен развивать силу, чтобы переносить неблагоприятные жизненные условия, встречающиеся трудности и притеснения на пути своего продвижения. Он никогда не должен падать духом, беспокоиться или позволять сбивать себя с толку в любой ситуации, а неуклонно продвигаться по избранному пути. Источник введения в надха-йогу Махант Авидьянтх. Стойкость в садхане предельно важна. Нужно стремиться всегда выполнить то, что вам дал гуру. Тот, кто идет путем йоги, всегда будет различными силами подвергаться множествам испытаний. Ученик должен знать, что его ученичество заключается в его постоянном преодолении всевозможных препятствий. Конечно, гуру будет помогать, но ученики должны также и сами развиваться. Чем больше испытаний они выдерживают, тем больше ситхи обретут. Ну, вы помните, ситхи – это результатов каких-то положительных. Ну что, здесь хочется своими словами просто сказать. Вы знаете, чтобы говорить о стойкости, вот как мы с вами прочитали, то есть тхрити – это такая добродетель, такое свойство души человека и путь его, где ты должен неуклонно следовать, ну, грубо говоря, заповедям, да, исполнению, вообще возрастанию. То есть твердости в пути совершенствования, в пути святости по-христиански, да, обожжения, да, потому что мы боги, дети Всевышние все, мы должны стать богами именно по существу, а не только по названию, из-за того, что мы образ и подобие. Знаете, говорить о стойкости и не говорить о христианстве – бессмысленно, да. Это надо просто один раз прочитать Евангелие, жизнь и учение Иисуса Христа. Это я сейчас говорю для тех, что, возможно, меня будут слушать нехристиане. Прочитав однажды историю о жизни, о Боговоплощении, о жизни и учении Иисуса, глядя даже не столько на его, слушая не столько его слова, сколько глядя на его жизнепоступки, можно понять, что тхрити – это абсолютная христианская добродетель, Иисус в этот добродетель достиг абсолютного совершенства, но он, конечно же, бог, явившийся в оплоте, но при этом он нам показывал в себе путь, добродетель, да. И вот эта стойкость его в избранном пути, пути святости, он показывал нам от начала, еще уйдя, о котором мы уже с вами, кстати, в предыдущих роликах вспоминали, с того, как началась его, так скажем, вот эта вот, путь он нам пролагать стал, еще с испытания в пустыню, с ухода, где он был стойк в чем? Прежде всего, в победе над самим собой, да. Мы с вами об этом помним, где он как раз и показал, что он способен отказываться даже от удовольствия, даже от разрешенного человеку, да, от законных удовольствий для человека. И вот эта вот стойкость, естественно, в нем была до чем? Он до конца, даже до креста, даже вися на кресте, будучи богом и имея возможность сойти с этого креста и отрубить головы всем своим врагам, просто снести их. Иисус этого не делает. Иисус даже до креста показывает стойкость в своем желании, то есть свое желание, которое он притворяет в жизнь, деятельно явить людям жертвенную любовь даже к своим врагам. Поэтому, прочитав один раз о жизни, узнав о жизни и учении Иисуса, даже из тех Евангелий, которые до нас через псевдо-христианские, да, извращенные организации под названием православие, католизм, протестантизм дошли до нас, да, то из этих Евангелий мы видим, насколько стойкая, да, именно такая стойкость, стержневая и железная позиция Иисуса была в том, чтобы явить человечеству своему творению, каждому человеку, каждому конкретному из нас, явить путь святости, пусть совершенно вот этой пути лестницы восхождения в небесное царство. И действительно, как Он при всех обстоятельствах, при всех сложностях, при всех соблазнах, да, при всех тех порой даже уговоров своих близких и родственников отойти от этого пути, Иисус был стоик. Он был стоик и при неприятностях, при гонениях, при оскорблениях, при унижениях, при клевете, да, при тяжести от пути, при тяжести от всего, да. Ну, естественно, все мы это видим в христианстве и в том, что это пытались в своей жизни реализовать потом первые ученики Иисуса Христа, которых нам кое-что оставлено в писаниях, ну, и вплоть до современности. Каждый раз я обещал, мы будем в каждом ролике, но если я не буду забывать, конечно, мы будем отвечать на вопрос Елены, что такое, как я отношусь к йоге и можно ли ею заниматься, практиковать христианам. О том, что такое очередная грань йоги мы с вами сегодня узнали, это добродетель, как угодно назовите, принцип тхрити или шах первой ступени, яма йоги, это твердость в своем жизненном пути, особенно если этот путь у тебя обращен в небесное царство, к совершенству, к святости, то, конечно же, какое мое отношение может быть к такому, к такой практике, только положительное. Можно ли заниматься христианам йогой, дхрити в частности, совершенствами? Не можно, а нужно, не можно, а обязан заниматься и достигнуть в этой добродетели совершенства. И путем исполнения евангельских христовых заповедей, по его образу, примеру, и подобию, идя за ним вслед-след по его стопам, оказывая твердость в этом пути, непоколебимость, мы должны достигнуть совершенства. Чего всем вам, мои дорогие, желаю. Субтитры подогнал «Симон»